Мышечная система человека Накачать такой объем 5-килограммовыми гантелями невозможно. Такого прироста не дадут даже стероиды. Гантели нужны для начала пудовые, а с ростом объема и силы мышц нагрузки должны увеличиваться. Рабочие веса для серьезных бодибилдеров в жиме лежа более 200 килограммов, а на приседания и все 400. Среднему уровню тренированности в зависимости от весовой категории атлета соответствует освоенный объем тренировочной нагрузки примерно 140-160 тонн в неделю. Нельзя отказать бодибилдингу в силе, однако и тяжелой атлетике нельзя отказать в красоте. Красота штангиста – его техника. С того момента, как атлет отрывает снаряд от помоста и до тех пор, пока он не выпустит гриф из своих рук, штангист и штанга являются единым целом. И это не просто фигура речи, это сложная динамическая система. На соревнованиях по тяжелой атлетике каждому участнику предоставляется одна минута, ровно 60 секунд, на то, чтобы начать выполнение упражнений. Если в течение минуты участник не поднял штангу, судьи объявляют попытку незащиты. Но в тот момент, когда атлет отрывает штангу от помоста, секундомер останавливается. Вопреки законам физики, время перестает измеряться секундами. Время начинает измеряться килограммами, которые атлет удерживает на себе. Уже, наверное, я так думаю, что почти наступил вес предельной человеческой возможности. Если видите, там все рекорды мира, если где-то в времена Жбатиинского, Власова, они росли. На каждом чемпионате мира было по 10 или более, сколько рекордов устанавливали все спортсмены. То сейчас очень мало рекордов мира устанавливается. Поэтому уже наступил предель. В спорте часто используется термин «безопорная фаза». Это фаза свободного движения, которая совершается в состоянии невесомости, поскольку без опоры нет и веса. Казалось бы, невесомость и тяжелая атлетика – понятия несовместимые. Но это не совсем так. Стремительно разбрасывая ноги в подседе под штангу спортсмен, на мгновение отрывается от помоста. Такое зависание длится лишь доли секунды, но в этой фазе и штангист, и штанга пребывают в состоянии невесомости, которую атлет создает усилием своих мышц. Когда тяжелоатлет выталкивает штангу, вес которой значительно превышает его собственно, центр тяжести перемещается вверх. Поймать и удержать равновесие в таком положении ничуть не проще, чем выполнить стойку на руках, с той разницей, что перегрузки, которые испытывает организм атлета, под штангой несоизмеримо выше. Потеря равновесия в тяжелой атлетике означает высокую степень риска и чаще всего – поражение. Соревнования превращают спорт в шоу-бизнес. Спорт в чистом виде, наверное, можно увидеть только на тренировке. Когда нет ни зрителей, ни соперников, ни судей, остается только сопротивление материалов. Спортсмены испытывают на прочность элементы конструкции человеческого организма. Бодибилдинг – это силовое единоборство, а тяжелая атлетика – красивое зрелище. И если верно утверждение о том, что красота – это страшная сила, то вера – это и обратная. Сила – это страшная красота. Сила – это страшная красота.